короче рсп на разок интересно ну так вот те которые считают чужих детей прицепами вы и к своим также относитесь вы дно днище а по поводу на разок интересно так тебе и разок не светит ой напугала ты господи ты боже мой меня лишили рассказ рсп что ж мне делать то бедному ах ребята всем здорово саныч на связи слушайте а потом обижается что их называют рсп дно сами рассказывают дно днище как бы дал ну это понятно это чаечки это не считается это другой вы не понимаете ребят да чё на разок как бы ребят там деморежим можно крутить до полугода в принципе ребята пользуйтесь и дело хорошее как бы по-доброму с любовью конечно же им тоже это приятно это великолепно ребят ну а почему бы нет ребята не забывайте про акцию на майские праздники 3 курса по цене 1 до 10 мая продлится наша акция проходите на мой сайт вся информация там есть приобретаете курс гид по женским манипуляциям и выбираете два на свой выбор еще себе подарок абсолютно бесплатно проходите на сайт либо пишите мне в личку а мы пока посмотрим дальше специально стала разведенкой за 30 и я стала замечать что в моей личной жизни в моей семейной жизни стал творится стал творится какой-то пиздец и это это все нарастало 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 все окончательно испортилась на концу октября я видела я видела что что происходит но на тот момент в силу обстоятельств у меня не было они сил не желания рыться в этом выяснять отношения там еще что-то я занял такую выжидательную позицию и вот буквально за две недели до нового года мы с моим уже бывшим спругом подали заявление на развод это была уже точка невозврата там другого решения быть не могу и уже в январе 23 января 2024 года я официально стала разведенкой за 30 дальше сами понимаете вот эти вот вопросы совместно нажитого и ненажитого это все естественно тоже отнимает очень много сил очень много времени и всего остального я было выжато просто как лимон а сейчас когда все развалилась я смело вам могу сказать что я счастлива вы посмотрите на мое лицо вот сейчас вы сквозь экраны своих телефонов смотрите на абсолютно счастливого человека я не знаю я последний раз я не знаю когда последний раз вот такой счастливый правда поэтому скоро мы с вами увидимся я сейчас такое интересно где скорее всего опять в загсе да когда нового товарища поведешь что ли туда ребята я так счастлива я снова иду замуж так они выходят туда я не знаю замуж для развлечения возьмите среднестатистическую чайку там 45 50 лет до допустим 3-4 брака за плечами нет конечно же это ее право как она сейчас как я имею право это все делать да 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 мы это все знаем прекрасно понимаем смысл том если вы клянетесь там божитесь вечной любви каждому мужу да ребят ну как же они то не там между прочим в загсере типа там и в горести и в радости там дал быть друг с другом там и так далее да потом хопа как бы заскучала развелась следующего нашла да то почему же вы меняете таких так часто и и каждый раз у нее любовью все по списку так 1 2 12 там и так далее ребят я считаю я считаю что если любовь есть если она и есть вот именно к так скажем к человеку конкретному не в общем да вот как гуманизм якобы дал конкретному человеку то она может быть одна в жизни ребят ну когда мне чайка заявляет но то я к чему веду ребят когда знаете там а а вот это моя первая любовь а вот это 14 а вот это 16 а вот это 24 а 20 я уже забыла потому что это было четыре года назад ребята но 32 я люблю больше всех ребята вот это вот я не понимаю честно это увлеченности страсть выгода удобства как хотите назвать а только не любовь ну только значит это у меня а вот это аж подбешивает вот я выходила замуж по любви а он не разочаровал так ты сколько раз выходила замуж по любви господи и каждый раз она и и и и ложатся они по любви ребята каждый раз и дают они по любви и замуж уходят при все по любви ребят и сколько этих любовью я не знаю господи тысячи миллионы в жизни давайте еще одну посмотрим дети это всегда выбор мужчины мужчина никогда не останется один с ребенком против его воли даже если жена аллечка он будет решать бороться ему за ребенка забирать его или пусть его заберут родственники жены или вообще органы опеки он будет решать хочет ли он жить с ребенком после развода и изъявлять это желание в суде или делить опеку только если он решит это для себя может ли он воспитывать ребенка а так по определению ребенка всегда оставляют с матерью не спрашивает может ли она прокормить ребенка в каком на психологическом состоянии если у нее проблемы в жизни достаточно ли у нее доход чтобы вести комфортную в том числе и для себя жизнь с ребенком да и просто выжить хотя бы как-нибудь справиться у нее нет выбора либо отказаться ребенка и отдать в детдом но это уже другой разговор с этой стороны тоже огромное давление на женщину и сделать такое будет стоить очень дорого а какой монополий на детей у женщин может идти речь о каких больших правах когда у женщины в принципе нет выбора там где нет выбора нет и прав это принуждение поэтому мужчины так легко и безответственно относятся к рождению детей пожалуйста родим ребенка давайте идем еще одного ребенка потому что они понимают что у них всегда будет выбор даже они решились его забрали через какое-то время они все равно могут вернуть его матери и таких случаев очень много при этом даже не столкнуться с какой-то общественной стигматизации боже мой как вот это и голову посещает такие мысли слушайте это говорит мужчина виноват что детей с матерью осталось она жертва слушайте мне интересно а на алименты нападают имущество распиливает тоже она чисто здесь жертва слушай но я заберу тебя полквартиру ну ты же понимаешь что это не моя вина как бы ну ты будут брата ну ты все по ну система такая ну чё то ну я шешнут когда забирают половину имущества все там машину квартиру попилили там коттедж дачу в дом все забрали там бизнес попилили как бы алименты обсудила до детей забрал я жертву обстоятельств братан в его квартиру возгена приняла привела блин на алименты пресеком накупила как бы там и вино со свечами чтоб полгеном приятно по взаимодействию так как бы это тоже ну ты понимаешь что я жертва минуты мне надо стресс снять ты понимаешь или нет а братан боже они сами себе хотя бы верить когда не все это несут скажите мне просто ну так какой у мужчины выбор там есть какой его там раздевают до гола просто как липку вот просто просто как задели туда прокладку взяли использовали выкинули нафиг все какой-то выбор есть мужчины вы есть там выбор только выйти сразу сюда и напиться с горя вот и все это и потом а штрафу за появление в нетрезвом виде в общественном месте вот и вот и весь его выбор но это реально так кстати не злоупотреблять ребята алкоголем это очень вредно не надо этого делать в любом случае надо держаться как скала чтобы никто не посмел ребята упрекнув нашей слабости вообще не надо этого делать ребята кому интересна акция проходите на мой сайт вся информация там есть абсолютно пишите мне в личку прекрасного дня хорошего настроения и никогда не унывайте